Апостолов бездетных по свету разбросало. Их одиноких многие сегодня пожалеют. Нет ни прописки, ни квартиры малой, и в оправдание жития такого только лепит. Не приспособленные к жизни в эпоху выживания, не стали президентами строительных компаний, и не купцы, хотя где ночь шагают, нет даже сыраюшки и маломальской бани. Но, оставляя это все нуждающимся в том, приобретали в сотни раз роскошнее и больше. Когда людей ознакомили с Христом, они же избирали страдальческую долю. Рождали языком благовествуя мир. Там каждая душа, по сути, есть невеста. У тысячи детей со множеством квартир принять отца духовного считалось за честь бы. Жилища обращенных превращались в храмы. Змеюшники домашние вдруг притворялись в улья. Павел не Владимир не лез к душе с нахрапом. Грех входит в щель, как при продаже купли. Там потрясенный фес сидит с царем агриппой. А пышность одеяния лишь ето ж дочерней. Лжеобвинители попрятались, охрипли. Потом придется им уже во вне релеть. Где те приспешники и царские сатрапы, дворцы любимцев иудейской знати. Все провалилось под многослойным прахом. Легионеры римские сподобились прогнать их. Считай деяния, к себе их обрати. И огляни критически свое жилье достаток. Смерть вытряхнет когда-то из тепленьких квартир. Оставит ли хотя бы пару белых тапок? Настольной книгой Библия да будет. Христос да будет вписан в наше завещание. Мы предвкушаем праздник среди житейских будней. Уверовав Христа, мы воскресенье чаем. 6 января 2006 года.